Всем привет! С вами Тристус. Это прохождение Грегтех Новый Горизонт. Я посмотрел, как делается полиэтилен. Хотел сделать какое-то количество, чтобы дешевле скрафтить вот такие вот корпуса для батареек. Ну и этот самый полиэтилен делается из этилена. С капсулой сжатого воздуха из 144 получается 144. С капсулой кислорода из 144 получается 216. Как этот этилен получить? Возможно с появлением химического реактора на 128 это будет немного попроще, а пока что есть несколько вариантов через разные жидкости, скажем так. Вот здесь вот разные есть задания получить продукцию из нефти. Возьмем, например, нафту. Сначала из нефти получаем сульфорик нафту. Из этой сульфорик нафты можно получить просто нафту. Для этого нужно в химическом реакторе эту самую нафту обработать водородом. Получится чистая нафта. Дальше из этой чистой нафты, опять же в химическом реакторе, нужно получить вот такую вот нафту, обработанную паром при помощи капсулы пара. Уже из вот такой обработанной паром нафты в дистилляторе можно получить этилен. Из одного ведра, это самые обработанные паром нафты, получить только 200 литров, точнее 200 миллибакетов этилена. Так что путь к полиэтилену довольно таки пока что сложен. По этой причине я хочу выполнить вот эти вот задания на всевозможные жидкости. Таким же способом можно через вот такое тяжелое топливо пойти в сторону этилена. Но везде получается разное количество. Самое выгодное это там используется какой-нибудь пропан, бутан, метан, что-то такое. Ну и чтобы получить эти жидкости нужно в химический реактор залить водород и добавить капсулы с сульфуриком определенным, из которого нужно уже получить готовую продукцию. Нужна конфигурация микросхемы номер четыре. Так, отключить надо автовыгрузку жидкости. Ну я уже подсчитал чего и сколько мне нужно чтобы получить ровное количество, чтобы никаких остатков не осталось. Поэтому 14 капсул водорода я заливаю в цистерну. Здесь уже стоит помпа, которая должна залить в машинку. Готово. Дальше можно уже закидывать вот эти капсулы и получать требуемые по заданию вещества. Ну и можно сейчас забрать награды. Здесь выполнилась возьму кислород в награду. Дальше рефайнер и газ дают металлон восемь капсул. Здесь в награду я возьму нефть за тяжелое топливо. И 48 лёгкого топлива тоже готово. Здесь я возьму в награду микросхему. Потому что постоянно занимаюсь тем, что перекладываю из одной машинки в другую. Пускай будет здесь в дистилляторе. Ну и с этой жидкостью я пока не смотрел, что можно сделать. Можно сделать сульфурикодиоксид при помощи согорода из этого самого сульфурикодиоксида. В химическом реакторе с добавлением кислорода можно получить сульфурикодиоксид. Из сульфурикодиоксида можно получить сульфурикодиоксид. Этот самый сульфурикодиоксид по моему нужен в одном из заданий. Сейчас я посмотрю. Да, вот капсула сульфурикодиоксида требуется. Но этим я займусь чуть позже. Еще хочу сейчас открыть новое задание на метан-32 капсулы. Пропан, бутан. Хочу заняться машинками. Ну, например, компрессором. Нужно два электрических поршня, микросхемы, аравианые проводочки и корпус. Пропан, бутан. Продолжение следует... Готовы проводочки. Так. Форминг пресс. Компрессор готов. В награду здесь дают сумочку. Открылось как раз таки задание на форминг пресс. То же самое. Только местами поменять. Следующее, что я хочу сделать, это... Электрический хаммер. Снизу наковальня. Вот здесь задание на него. По бокам микросхемы. Электрический поршень. И проводочки. А хаммер и крючки готов. Следующее. Так, здесь заберем награду. А, кстати, вот здесь тоже надо забрать награду. За стол обмена. Дают пять изумрудов. Сумочку. Что еще хочу собрать. Это экстрактор. Для этого нужна помпа. Электропоршень. Микросхемы. Стекла. И провода. Здесь сверху стекла. Помпа есть. Электропоршень тоже. Базовый экстрактор готов. А, не то с крафтил. Нужно было местами поменять. Так, ну и что у меня теперь с помпами и прочими делами. Надо раскатать из клитки. И пару стержней сделать. А, четыре стержня. А, стержни уже есть. А, помпа пока что сниму. Откуда-нибудь. Ну, например, отсюда. Значит, помпа с этой стороны. А, пару стекол. А, провод. Здесь забираем пластины. Пару проводочков надо будет взять. Пистон готов. Так, базовый экстрактор. Хорошо. Базовый экстрактор есть. Пока что его некуда поставить. Ну, пускай стоит где-нибудь здесь. Потом сделаю проводочки. Здесь награду дают сумочку второго уровня. Что у меня осталось? Осталось две микросхемы и один корпус. Сейчас можно сделать будет форминг пресс. Еще нужно будет сделать пару шестеренок. Поэтому закину сейчас два слитка на шестеренки. И еще шесть штук нужно будет. А по стержням, скорее всего, тоже не хватит. Одну штуку нужно будет сделать. Так, ну и немножко избавиться. Сейчас от капсулы нужно. А то не занимает весь инвентарь. А, изумруды сюда скину. Монетки сюда. Пластина готова. А, не хватает проводочков. Сделаем еще. Так, это готово. Значит, дальше что? Надо посмотреть рецепт, чтобы не ошибиться еще раз. А здесь поршни. Микросхемы и провода. Форминг пресс готов. В награду дают сумочку. Так, новых заданий я больше вроде не вижу. А еще, что касается получения этилена. Нужно будет как-то масштабировать добычу нефти. Баттери буфер есть. Свободный. Два штуки. Четырех готовых. Здесь я подключил напрямую проводочками. Все нормально работает, функционирует. Поэтому, хочу поставить помпу на источник нефти. Ну и чтобы она работала, нужно сделать якорь, который подгружал бы этот чанг. Чтобы было сделать нужные пластины из эмеральда, из обсидиана и из сжатых золотых пластин. Четыре золота нужно будет раскатать. И обсидиан пару штук. Эмеральдовые пластины есть. Четыре штуки нужно. И жемчуг эндера тоже есть. Но еще хочу мелкой заданности тоже одну здесь выполнить. Сделать вот такую вот бирку. Для этого потребуется поводок. Делается он из густа какой-нибудь слизи или шарка клея. И вокруг ниточки. Нужно будет сейчас взять 9 штук ниток. Золотые пластины готовы. Так, значит, ниточки. Ну, я возьму вот такую желатиновую слизь. Поводок готов. Дальше нужно в ассемблер залить клей. Сначала нужно от вот этого всего избавиться. Пластины готовы. Можно собрать якорь. Личный якорь готов. Ну, и насколько я понимаю, в него нужно класть жемчуг эндера, чтобы он работал. Так, что там с клеем? Клей есть. Нужно сколько на бирку? 72. И кожа нужна. Бирка готова. В награду дают монетки и призывают существо эндермен. Ну, и из мелочей вот такое еще задание есть. Лук я уже держал в руках. Стрелы тоже. Нужен колчан. Делается он из кожи, ниточки, железного кольца и дубленной кожи. Колечко есть. Нитка тоже. Кожа. Ну, и дубленная кожа у меня тоже висит. Уже давно готова. Надо будет еще немножко сделать на всякий случай. Так, колчан готов. В награду дают кучу разных стрел и монетки. Так, вроде все вместилось. Скину их сюда пока что. Что еще? Здесь больше ничего нового пока что не вижу. Так, на эти вещи у меня нету сейчас лишних ресурсов. Можно зайти в ветку Тир 3. А что здесь я хочу сделать? Электрический поршень. Здесь в награду дают два электрических мотора. Что будет весьма неплохо. Делается он из алюминиевых пластин, стержней и шестеренки. Еще нужны медные проводочки. Делаем шестеренку. Рецепт запишу. Ну и здесь буду выкладывать рецепт самого поршня. Электрический поршень готов. Забираем награду сумочку и моторы. Открылась еще куча разных заданий. Генератор жидкостный. Куча вот таких вот шардов всевозможных. Форминг пресс следующего уровня. Майнер. Бендинг машин на 128. И роборука. Электропоршень мы сделали. Пара моторов есть. Медные проводочки. Нужно сделать пару стержней. А, так. Нужна электросхема еще. Ну и можно выкладывать здесь рецепт. Почему-то не хотят стекаться. 632,601. Вроде одинаковые. Так, ладно. Наградные тогда использую. Медные провода. Электросхема. Электропоршень. И два стержня. Чего-то не хватает. Может быть, надо моторы прокликать. Да. Так, роборука готова. Здесь пара микросхем дает в награду и сумочку. Открылась пара новых заданий. А, не знаю, что это за механизм такой. И advanced assembler. Ну, на него нужно будет еще кучу всего крафтить. Пока что есть конвейер один и роборука одна. А, еще хочу собрать электроглайзер. Для этого нужно будет серебряные провода одножильные, пара микросхем, стекло, корпус, и медный проводочек. Медный провод. Корпус, стекло. Нужно раскатать пару следков провода. Так, провода и микросхемы. Готово. Здесь наград дает сумочку. И появилось задание на 91 капсулу кислорода. И еще на 60 пылик рубина. 10 хрома, 20 алюминия. Сколько у меня алюминия? 12. Так, хрома, сколько у меня, интересно? Хватит ли выполнить задание? Наполовину хотя бы. Так, хорошо. Здесь готово. Останется только будет ростовочь руду. Пока что не знаю, как запитывать этот самый электроглайзер. Потому что батарейку я еще не сделаю для него. Она 128. Я не знаю, будет ли он запитываться от напряжения 32. Возможно, нужно будет сделать это через повышающий трансформатор. Здесь, я думаю, ни с чем не соединится. Но можем попробовать сейчас сюда поставить его. Так, здесь повышающий как раз таки режим. Пускай здесь стоит. Ну и закину сейчас сюда глиняную пыль. Надо посмотреть. все понятно. Нужно развернуть трансформатор сюда. Ну и теперь посмотреть, будет ли процесс протекать. Да, процесс пошел. Ну, немножко уходит энергия. Совсем чуть-чуть. Получили два содиума. Литиум. Пару алюминия. И силикон. Ну и с водичкой нужно будет что-то делать. Как-то утилизировать ее. В общем, я тогда уже за кадром выполню вот этого задания на 128 силикона. Ну, а пока что думаю сейчас обменять и открыть сумочки. Поэтому придется опять сейчас налепить еще сундуков. И скинуть в них все лишнее. Так, сумочки забираем обратно. Что у меня здесь получается? Сейчас главное не ошибиться. Насколько я понял, сумки каменного века мне больше не дадут. Поэтому я думаю нет никакого смысла, если они будут вот здесь вот загружены. И я не смогу ими воспользоваться. Так, поэтому каменные больше не добавляю. Откладываю их в сторону. Здесь что можно потом будет открыть? паровые на два обмена как раз таки хватит. Ну и что получилось? Тир 2, 11 штучек. Обмениваем на тир 3. Получилось 9 сумок тир 3. Ну, поехали. Обсидианное ведро. Шоколадная рамка. И 32 вакуумные трубки. Шоколадные рамки могут пригодиться в очень ближайшее время, потому что я занялся пчеловодством. Ну и вот столько всяких у меня уже трутней. Здесь у меня выведена обычная принцесса. Ну, точнее обычная порода. Здесь развита. Здесь обычную луговую размножаю. Ну и здесь пытаюсь получить новый вид. Так, это грязная порода. Ну и посмотрим это. Это тоже грязная порода. В общем, получу я чистые породы вывел благодаря тому, что есть вот такие задания. Ну и когда я брал чистую породу в руки, задание мне говорил об этом. Поэтому, когда выводил вот эту вот породу, взял в руки принцессу, ну и по очереди брал обычную трутню. Одного взял. Задание ничего не сказала. Еще взял. Задание сказала, выполнено. Понятно, значит, вот это вот чистая порода и принцесса. тоже чистая порода. Ну и сейчас здесь вывел развитую. Сейчас стоит задача вывести знатную породу пчел. Давайте продолжим открывать сумочки. корпус батарейки. Очень полезно и своевременно, так как есть задание на эти самые корпуса. Ну, тут кожа и губка, золотой сундук, слизневый кристалл и саженец. Не знаю, для чего он нужен. Какой-то модификатор, насколько я понял. Литиум 8 штучек. Блок фермы, 8 штук. И рюкзак землекопа. Что ж, а на этом все. Всем пока, до новых встреч. встреч.